Шесть раз выходил на старт победитель спринта Дмитрий Воронин. Чтобы дойти до заветного финала, спортсмену нужно было победить соперника в каждом забеге. По словам Дмитрия, это очень сложная гонка и с физической, и с эмоциональной точки зрения. И на старт важно выходить с холодной головой. Это психологическая гонка. Помимо того, что ребята все достаточно сильные, цена ошибки очень велика. Штычок не воткнулся, и ты уже не отобрался в следующий забег. Поэтому у всех нервы на пределе. И как в общем-то в легкой атлетике 100-метровке, если видели когда-нибудь. Вот примерно такой же накал страстей до финиша самой разборки. Иногда одна десятая разделяет 3-4 человека. Девушки также соревновались на дистанции 200 метров. Каждая участница старалась обойти соперницу с самого старта, чтобы обеспечить себе место в следующем этапе. Ольга Летучева была лидером с первого забега и в финале подтвердила свой результат, не оставив сопернице шансов на победу. Шла стабильно, но тут получается, что с каждым забегом все тяжелее и тяжелее. Еще нужно очень грамотно разложить силы по забегам, чтобы в финале, когда ты встречаешься уже с наиболее быстрым номером, чтобы силы остались и можно было хорошо взорваться. Во время гонки на скрасных лыжероллерах спортсмены развивают скорость до 90 км в час. Многие спортсмены пробуют такой формат гонки впервые. Поэтому участникам важно быть внимательными, чтобы не допустить ошибку или не получить травму. Вообще это специфический для лыжероллеров дисциплина спринт. Лыжники 200 метров не бегают, у них самый короткий спринт это 1000-1200 и так далее. По результатам чемпионата будет сформирована команда для участия в этапах Кубка мира и Чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Италии.